Начнем со срочных сообщений, которые поступают из сирийской провинции Латакия. Под артобстрел попали работавшие там представители СМИ, есть пострадавшие. По некоторым данным, в группу входили журналисты из Китая, Канады и Болгарии. Но агентство ТАСС пишет, что вместе с ними находились и российские репортеры. И вот буквально только что в нашем Минобороны сообщили, что огонь по журналистам велся со стороны Турции. На базе Хмимим работает наш корреспондент Александр Евстигнеев. Он на прямой связи со студией по телефону. Александр, какие есть подробности, о каких журналистах все-таки идет речь и что с ними? Здравствуйте. Действительно, во время проведения снимок в деревне Кенсиба, это недалеко от Латакии, когда российские иностранные журналисты беседовали с местными жителями, немногочисленными, раздалось несколько взрывов и по информации Министерства обороны от 4 до 7. И, соответственно, самим журналистам посчитать было достаточно сложно, поскольку началась срочная эвакуация, группы выводили из-под огня. Насколько нам известно, сейчас вот, какими-то двое наших коллег, незначительные получили даже не ранения, скорее можно назвать царапины, когда бежали где-то, спотыкались и падали. Но в целом все живы, все здоровы. Нет пока информации о том, какая именно из группировок произвела этот обстрел и из чего. По информации Министерства обороны Российской Федерации, это были все-таки не минометы, а обстрелы, скорее артиллерийские. Это определили по ряду признаков. И уже после того, как все журналисты и российские, и зарубежные покинули деревню Кенсиба, ее обстреляли еще раз. Что касается жертв средимирного населения, пока информации нет, но будем надеяться, что они незначительные, потому что пока деревня практически пуста, люди туда не успели вернуться, поскольку Кенсибу не так давно отвоевали у боевиков. Александр Евстигнеев из Сирии. С последней информацией из Сирии под обстрел попала группа журналистов.